Хорошо, молодец. Первоклассники школы номер 26 теперь учатся счету не на палочках, а с помощью передвигающихся цифр на интерактивной доске. Осваивать школьные предметы с такой современной техникой вдвойне интереснее. Особенно биологию. С помощью новых микроскопов можно столько всего исследовать. О, зацени, тут цвета меняются даже, там вот здесь. Еще на уроках ребята выполняют задания на ноутбуках. На каждой парте он свой. И теперь ученики носят с собой флешку, например, чтобы показать одноклассникам собственный мультфильм. Как сделать так, чтобы фигуры на экране двигались, первоклассники теперь знают. Включаешь команду ходить, берешь и наставляешь, на какое число хочешь, как чтобы он ходил. Если хочешь, чтобы он ходил помедленнее, то ты на 20, на 30, например. Два комплекта новой техники. Ноутбуки, интерактивные доски, микроскопы, научные лаборатории. С таким современным оборудованием и ребятам учиться стало намного увлекательнее, и педагогам обучать проще. Работать, конечно, с ним очень интересно, увлекательно. И самое главное, мне нравится то, что это нравится детям. И я вижу результат своей работы. Дети с увлечением готовятся к домашнему и домашнего задания выполняют. Для работы с новой техникой существуют определенные правила. Так сидеть за компьютером нельзя дольше 15 минут. Потом ученики делают специальную разминку. Всем тонкостям работы с новой техникой учителя обучаются сами. Два учителя у нас уже умеют работать с этим оборудованием. Сейчас будут каникулы первоклассников. Они обучат всех остальных. Оборудование сложное. Учитель должен ориентироваться в этом оборудовании. Для того, чтобы дети тоже научились и спокойно работали с ним. Обучаться на новом оборудовании будут все школьники начальных классов Вологды. Техника поступила в начале января во все школы, где есть начальные классы. Полина Салата, Игорь Пантин. Вологда.Портал.